друзья всем привет в краснодаре продолжается зима все просто замело сейчас я вам покажу как у нас около домов огородили дороги потому что сверху с домов падают огромные глыбины льда сосули которые могут попасть на машины на людей это очень опасно вот так вот все перегородили и видите сколько сантиметров снега выпало ну просто такой зимы не было очень давно в краснодарском крае и в адыгее так еще и температура очень долгое время держится минусовая минус 7 ночами до минус 11 и это не предел как говорят синоптики на самом деле сейчас опасно даже просто куда-то на машинах выезжать потому что очень скользко и часто дтп случаются причем массовые дтп когда въезжают в друг друга очень много машин это опасно конечно мы сейчас с вами поедем на трамвае в центр города я надеюсь что он не станет где-то по пути и покажу вам как выглядят центральные улицы города не только мой район в котором я живу черемушки конечно и трамвай сейчас тоже попадают в дтп в них врезаются автомобили что уж говорить про обычные маршрутки и автобусы принципе я смотрю что трамваи ходят по расписанию и каких-то проблем с тем чтобы уехать нету поэтому сейчас сажусь на восьмерку четверку на что-то такое что идет центр и едем смотреть как выглядят до центральной улицы города и а и 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 я на улицах аккурата это центр города здесь недалеко совсем улица красная пойдем куда-нибудь в сторону наверное авроры просто покажу те улицы которые самые обычные где каждый день ходят краснодарцы откуда у меня вообще появилась такая возможность днем светлое время суток прогуляться по улицам краснодара да потому что учебу отменили такая непогода и да у нас отменили учебы и мы такие не единственные многие школьники переведены на дистанционное обучение в частности в том же майкопе в майкопе в адыгее гораздо больше осадков выпало то что мы видим сейчас краснодаре это еще не настолько много дело доходит до такого что люди с крыш своих домов катаются на сноутбордах то есть делают такие своеобразные трамплины это вообще в голове не укладывается когда такая последний раз была снежная зима но давно не было я на своей памяти не помню такой то есть это минимум пять лет столько снега не было еще интересно вот что несмотря на такой холод многие краснодарцы продолжают не носить головные уборы они не носят шапки вы представляете где такое видно чтобы лежал снег были сугробы была минусовая температура а шапки не носят почему так я не понимаю нам объяснили местные жители что они даже летом не носят кепки и зимой тоже шапки странно конечно очень странно нам северянам это не понять наверное мы просто пытаемся себя как-то обезопасить и от солнца и от холода они какие-то бессмертные что ли я не знаю напишите в комментариях кто знает почему кубанцы не носят летом кепки зимой шапки сейчас я нахожусь у торгового центра центр города и показано что сейчас минус 5 градусов я думаю что этому можно верить в принципе учитывая то что вчера было минус 7 здесь находится вот такого вот магазинчик но самые обычные и рыночек я знаю что осенью здесь продают фрукты и овощи здесь очень такое интересное атмосферное место потому что с очень стильно сделано все эти магазинчики они в едином стиле горят фонарики ну в общем такое очень до симпатичное местечко и находится совсем рядом с улицы красной тем временем я добралась до улицы красной это как раз стопки бульвар где можно гулять и согласитесь что в этом году зима действительно необычная она особенная очень много снега но конечно же я понимаю несмотря на то что сейчас этот снег дарит очень много радости и взрослыми детям он позволил оконуться в детство до когда раньше на кубани были действительно такие серьезные морозы когда всегда был снег конечно он растает и тогда у нас будет немножко другая картина удручающая но знаете не хочется об этом думать потому что нужно жить вот сейчас настоящим сейчас краснодар снежный кубань снежная и этому хочется радоваться хочется гулять и вдыхать этот свежий воздух свежий и морозный есть конечно и такой парадокс пока одни района краснодарского края полностью засыпает других снега нет так например сейчас темрюкском районе у моих родителей снега вообще нет то есть таманский полуостров он лежит без снега а вот в анапе и снег ну удивительные конечно чудеса погоды и конечно чем ближе к горам тем больше выпало снега в том же обширонске до белореченске в сочи в красной поляне там очень много снега но что касается красной поляны наверное это даже плюс потому что сейчас там находится очень много людей им наоборот вот в радость вот такая вот погода им в радость что много снега и есть возможность отлично провести свой отпуск в горах на горнолыжных курортах смотрите какая классная погода и продолжает падать снег снега вот это зима краснодарская чем дольше я уже гуляю тем больше становится снега он усилился я иду и он прям летит мне в лицо в глаза но все равно здорово мне все равно очень нравится снежная зима кому как конечно если долго жить холоде это надоедает бесспорно но иногда хочется такой красоты чтобы вокруг было белым-бело чтобы все деревья были в шапках снежных особенно все-таки красиво выглядят хвойные деревья шапки такие когда мы только переехали в краснодарский край что меня очень удивило что стоит только зиме наступить даже на пару дней южане из каких-то закромов достают санки и ледянки снегокаты ватрушки откуда почему вы же не любите холод вы же говорите нам закончится пусть зима мы хотим чтобы было тепло откуда у вас все эти вещи даже мы приехавшие с севера их с собой не взяли потому что думали что да здесь тепло что снег это редко здесь и а тут вы те кто любит тепло кто привык к теплу кто очень часто говорит что снег нам не нужен у вас откуда-то появляются эти самые санки объясните мне этот парадокс вот это меня очень удивило когда мы только приехали сюда иду сейчас мимо жилых домов а тут такие сосулины я то думала они могут быть только на севере и но нет оказывается за пару дней на юге они тоже могут вырасти очень забавно выглядят велосипеды в снегу сейчас на крышах домов очень много снега и сосуль и я рада что здесь хотя бы огораживают около домов около магазинов чтобы вот случайно глыба какая-нибудь не упала на голову я сейчас иду по красной даю вдоль вот этих магазинчиков везде натянуты вот это вот пленка которая предупреждает что это опасно ты смотри как бы что на голову не упало вот например впереди меня девчули идут вообще без шапок неужели им не холодно не знаю напишите а вы зимой носите головной убор если вы живете на юге или нет на что я еще успела обратить внимание что многие девчонки одеты совсем не по погоде они идут и трясутся без шапок колготках ради красоты все то есть им холодно это видно но тем не менее они красиво одеты ну что ж вот так вот я сегодня погуляла по центру города у меня немножко кстати челюсть начала замерзать и опять сложно говорить но тем не менее мне вот не холодно я это делаюсь тепло и я не трясло конечно если ходить без перчаток то тогда руки замерзают вот например когда я веду съемку дата в большинстве своем я снимаю перчатки что было удобно держать камеру а так в принципе нормально минус 6 для краснодара это не так критично я надеюсь что вам понравилось мое видео это был такой своеобразный небольшой влог прогулочка по городам ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и мы с вами увидимся следующих видео всем спасибо пока пока а вот и снегоуборочные машины поэтому улицы краснодаре чистят каких-то таких заторов пока я гуляла я не заметила и посыпают песком сразу это здорово